Алексей Навальный разоблачил кандидатов в президент от КПРФ Павла Николаевича Грудинина, как подставного кандидата от Путина. Навальный отметил, что Грудинин не делает ничего для обрушения рейтинга Путина, как не делают этого и другие кандидаты, которых до выборов допустили. Дело в том, что штабы Навального провели свои опросы среди населения крупных городов. С вопросом, за кого бы вы проголосовали на предстоящих выборах, и рейтинг Путина в этих опросах составил более 70%, в то время как у Грудинина не более 10%. Давайте послушаем, что говорит сам Алексей Анатольевич. Вот отличный вопрос от Транссекционных Гештальт. У Путина высокий рейтинг по вашей социологии, значит все-таки есть огромное количество людей, его поддерживающих. Дорогой Гештальт, конечно же, есть большое количество людей, поддерживающих Путина абсолютно правильно. Он был президентом много лет, его показывают по телевизору непрерывно 18 лет, и даже просто в силу действия пропаганды его поддерживает много людей. Ну и, конечно, есть существенное количество людей, которые разделяют какие-то его такие безумные взгляды на действительность. Наверное, и в вашем окружении есть куча людей, которые на любой вопрос отвечают фразой «А вы видели американский госдолг?» Есть такие люди, они поддерживают Путина. Но вот эти данные, которые мы показываем, это избирательная, предвыборная социология. Это рейтинг Путина именно в раскладе с конкретными кандидатами. Это не рейтинг Путина вообще, а рейтинг Путина в сравнении с Явлинским, Собчак, Грудининым, Жириновским и Титовым. В этом и смысл кремлевского обмана. Если бы были другие кандидаты, я в том числе, я не единственный кандидат, на мне с Свет Клином не сошелся, но все кандидаты, которые имеют право быть допущенным, они должны быть допущены. И вот в сравнении с этими кандидатами рейтинг Путина был бы совсем другой. Потому что эти кандидаты, я, например, намеревались вести избирательную кампанию. Я бы ее и ввел год, я бы ее и дальше ввел, я бы обрушивал рейтинг Путина, так я весьма эффективно со своими товарищами обрушил в свое время рейтинг Собянина. Просто сейчас мы действовали бы еще лучше, потому что у нас гораздо больше бы времени было. Эти же, вот те, которые сейчас будут в бюллетене, они ничего не делают для обрушения рейтинга Путина, поэтому у него 77%. Именно поэтому, а не потому, что у него есть какая-то там огромная поддержка. А вот и сам Павел Николаевич признается журналисту эхо Москвы, что ему Путина критиковать нельзя. Ну вы же небось тоже хотите, чтобы на пресс-конференции задавали только те вопросы, которые написало ваше окружение? Нет. Нет? Наоборот, интересно. Вы же поймите, эти вопросы, это же такая вещь, это живое общение. У меня сейчас были студенты, и мне говорят, что вот заранее приготовленные вопросы, я говорю, уберите все вопросы, пускай они сами их задают. Самое интересное, это когда люди неформально задают вопросы, и ты на них неформально отвечаешь. Да я с вами полностью согласна, потому что есть некоторые гости, когда с ними долго договариваются, особенно чиновники, и они за неделю просят, чтобы им прислали список вопросов, а потом они присылают список ответов из своего секретариата. И так и в эфир придем. Ну, у меня есть одна проблема, вы должны понимать, что я выдвинут КПРФ, поэтому моя программа должна полностью совпасть с программой КПРФ. Так. А вы помните, что есть такая фраза? Я никогда не жалел о том, что молчал, но очень часто жалел о том, что говорил. Вот нужно сказать только правду, ничего кроме правды, но не всю правду. Ужасно. Это не ужасно. Это политика и есть. Конечно, это есть политика. Владимир Владимирович Путин разве не патриот России? Я не буду... Давайте так, не будем переходить на личности, а будем говорить о другом. Меня же не интересует, кто человек говорит, меня интересует, что получилось в конце. Так ведь? То есть, значит, по результатам деятельности это не патриот. Давайте так. Мы на сегодняшний день во внешнеполитических вопросах, в общем-то, стали занимать какую-то свою определенную позицию. Кстати, коммунисты, если уж говорить о них, долгое время говорили, что нужно так и делать, но только потом, в определенный момент, после Мюнхенской речи, вы знаете, Ивановича, это все стало происходить в натуре. Но то, что мы вывозим деньги за рубеж, в офшоры, то, что мы занимаемся, скажем так, разграблением своей страны, это факт. Никуда не денешься, огромные средства уходят из страны. Одно с другим, к сожалению, идут рядом. Это Павел Грудинин, кандидат на пост президента России от партии КПРФ. Павел Николаевич, совсем мало времени осталось. У нас один короткий вопрос. Вы в Кремле согласовывали в своих выдвижениях? Вы думаете, что если бы меня согласовывали где-то там в Кремле или в администрации президента, они бы устроили такую гучу из этих 7,5 миллиардов, что ли? Вот, кстати, это... Я спросила. Это абсолютное доказательство того, что кажется, в Кремле или как... Ну, не в Кремле, наверное, а в администрации президента, они сильно напуганы. Если бы представлял угрозу, на выборы бы не пустили. Потому что то, что происходит сейчас, о том, что все-таки вот эта программа КПРФ и моя кандидатура получила такое широкое одобрение в массах, я думаю, что они это просто не ожидали, поэтому против меня, против КПРФ началась вот эта кампания грязная. Но на самом деле... В ответ Путина ругать будете? Вообще не нужно никого ругать. Выборы, выборы, кандидаты пидоры!